Всем привет, сегодня у нас новое видео по ETS 2 и сегодня у нас обзор классной модификации на версию 1.49. Это у нас модификация на аксессуары в салон грузовиков. Этот мод абсолютно бесплатный, ссылка на него будет в описании. Также он есть в Steam Workshop, вы можете на него подписаться, он постоянно обновляется под актуальную версию игры. И вы как бы на него подписываетесь и он у вас всегда в принципе работает. Вот, уже несколько версий я его использую, я как-то делал обзор, но появились нововведения очень-очень интересные. Поэтому сегодня я бы хотел вам еще раз показать этот замечательный мод. Причем я уже обещал сделать на него обзор, потому что уже в двух видео я его использовал. Вы могли его наблюдать в рейси по карте Сибири и также еще в рейси по Балкану. Взял я MAN TGX 2020 модельного года по одной простой причине, что именно вот это вот обновление, оно лучше всего видно именно на новом MAN TGX. На остальных грузовиках как бы такого, к сожалению, пока что еще не добавили. Давайте в принципе смотреть. Это у нас мод Белка Customs, BC Accessories по-простому. И сразу мы начинаем. У нас тут либо просто обычные точки, либо как вы видите, уже интересно, уже точки раскиданы по салону во всяких таких необычных местах. Вот. И здесь у нас еще добавляются такие вот подставочки. Сейчас я покажу для чего. Но также у нас, посмотрите, какой необычный столик можно поставить. Такой вот столик. Такой. Такой. Столики есть для всех грузовиков. Но, к сожалению, вот такое вот количество точек с этой вот фишкой, с подставками, есть только на новый MAN. Для чего же нужны эти подставки? Вы на них нажимаете. И вы можете оставить все вот эти вонючки, поппи, очень известные. Многие, когда тюнингуют грузовики, используют именно их, потому что они с подсветкой, они классно выглядят. Вот. И на них еще можно надевать шапочки. Вы просто посмотрите. Специально у нас две точки сделаны. К сожалению, только на новом MAN вот такие вот замечательные шапочки. Но это же просто красота. То есть вы ставите себе две вонючки каких-то и ставите две каких-то шапочки. Ну, вообще, на самом деле, просто замечательно. Причем можно поставить... Есть у нас такие вот якобы коврики. Что это вот туда вот можно положить? Я их как-то показывал уже. Ну и дальше вы уже распихиваете всякие аксессуары по разным местам. Есть еще такие маленькие попи. Их можно вообще поставить даже вот сюда, если хотите. Если вам это надо. Вот. В принципе, в жизни тоже некоторые так делают. В принципе, прикольно. Почему бы и нет. Дальше. Точек у нас огромное количество. Но есть еще одна интересная фишка. Вы нажимаете вот сюда. Нажимаете сюда. И у вас появляется еще очень-очень много слотов. И здесь у нас не просто какие-то непонятные аксессуары. Здесь у нас идут уже наклейки. То есть вы можете просто наклеить себе наклейки во всех местах, где просто хотите. На стойку очень часто в тюнингованных грузовиках клеят наклейки. Именно вот какие-то классные, прикольные. И вот выглядит это очень даже интересно. На самом деле, если подобрать классные наклейки, то это действительно стиля к грузовику добавляет. Вы можете по-разному к этому относиться. Использовать или нет. Пока что это есть только на новом мане, насколько я понял. Но вот вы можете во всякие места понаклеить этих наклейчик. И просто будет все очень замечательно, красиво. Дальше. У нас, естественно, есть еще куча вонючек. У нас есть такие вот большие двойные кубики. Очень классные. Анимированные, естественно. Здесь всякие освежители воздуха, скажем так. Это ладно. Дальше. Шторки. Для всех грузовиков у нас есть вот такие вот замечательные шторки. Тоже можно по-разному к этому относиться. Но вот эти вот, кстати, очень красиво выглядят. То есть у нас куча всяких таких цветов. Причем, вы еще можете... Надо найти только эту точку. Вот, на мане здесь точка находится. Почему-то. Ну, потому что здесь еще сидение меняется, чтобы как бы две точки не наложилось. Вот эти у нас косячат, а вот эти шторки у нас замечательные. Вот, посмотрите, можно подобрать себе вот такой вот красивенный комплект сделать. Ну, просто вообще замечательно. Вот. Здесь как бы по тюнингу ничего такого нету. Дальше. Дальше. У нас есть лайтбоксы. Тоже, там, буквально года два назад все прям искали эти лайтбоксы. Это были в основном приватные модификации здесь. Очень крутые лайтбоксы. Их немного, к сожалению. Хотелось бы больше. Но они вот так вот замечательно выглядят. Тоже там ни один практически тюнингованный классный грузовик без лайтбоксов не обходится. Это такое вот дополнение стиля всегда очень сильное. Здесь тоже всякие вонючки, естественно, ставятся. Как-то так. Как-то так. То есть вообще сейчас это мой любимый мод на аксессуары в салон. Сисал это все круто. Но тут у нас прям очень все свежо и очень-очень качественно. Здесь у нас, как вы видите, еще можно на все лобовое стекло сделать точки. И уже здесь у нас есть всякие такие шарфы. Вы их можете повесить вообще во всяких рандомных местах. Их очень много. Есть вот такие вот вымпелы крутые. Old school. Все дела. То есть, ну, это очень классно. Здесь идут у нас стикеры. Стикеры с разными надписями тоже можете себе какую-то надпись сделать. Интеркулер, например. Вот так вот. Ну, лучше, конечно, по центру. Но это я сейчас нажал. Причем, причем вы нажимаете здесь, а у вас точки появляются даже здесь. То есть для мана есть еще вот такой вот лев. Вы его ставите. И красота. Сюда вы можете поставить такую вот надпись. И вот так вот это будет выглядеть. Также абсолютно для всех грузовиков добавлена подсветка в салон. Давайте-ка возьмем красного цвета. И заодно сейчас посмотрим. Вот такой вот грузовичок я сейчас за кадром подсобрал. Максимально всякого тюнинга. Не нужно писать, что это выглядит так себе. Хотя кому-то и такое тоже очень нравится. Я не осуждаю. А сейчас посмотрим, как это все будет светиться. Поставил я еще такие цветочки. Они тоже разных цветов бывают. А вот так вот это все выглядит в игре. FPS, кстати, не просаживается от этого всего дела. Вот так вот оно все выглядит. Подсветка, конечно, сейчас видна не будет. Сейчас включим ночь и посмотрим, как будет выглядеть ночью. Но днем это выглядит все именно так. По качеству, конечно, вообще вопросов никаких нету. Снаружи это выглядит все вот так вот. Так, включили мы ночь. Час ночи. Уже вот так вот симпатично это все выглядит. Конечно, я больше люблю, когда в красном цвете каком-то у нас получился белый с синим. Но все-таки включаем мы габариты. И посмотрите, какая у нас здесь красота. Подсветочка. Не сильно яркая, хотя на этом мане она светит прямо вот на руль. Но в целом гораздо уютнее становится. И ехать ночью становится еще более приятно. Причем, как вы видите, снаружи тоже это все видно. И вот эти вот лайтбоксы. Они тоже видны. Они тоже работают. Ну, посмотрите, какая красота. Я вообще балдею с этой модификацией. Ссылка будет в описании абсолютно бесплатная. Это, естественно, не реклама. Как-то так. Советую действительно качественный мод. На сегодня у меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пишите ваше мнение в комментариях. Всем удачи, всем пока.